Студия Позитив представляет Илья Олейников и Юрий Стоянов В русской народной передаче Городок Для получения кредита в нашем банке Ваша фирма должна предоставить залог в виде недвижимости Или, например, запасов материальных ценностей Так я вас поэтому сюда и привез У нас же там на складе этих запасов на любой кредит хватит Там, ну, там завалено все, полки буквально ломятся А откуда у вас такие запасы? А так я откладывал каждый месяц про запас на черный день У меня даже бухгалтер мой недавно скалькулировал Там, значит, запасов на 90 черных дней Или 3 черных месяца Или 0,25 черного года Прямо как Плюшкин Ничего общего Ничего И моя фамилия не Плюшкин, а Плюхин Ну, как говорится Сезам, откройся Прошу Похоже, все ваши запасы закончились Как? Видимо, скоропостижно Городок про запас Так, ну, вы вызывайте милицию А мне разрешите откланяться Не-не-не, постойте Постойте Я вызову милицию, а вы будете моим свидетелем Подтвердите, что мы сюда вошли вместе И я ничего не брал Да, с какой стати? И откуда я знаю, что вы ничего не брали? Как вам не стыдно? Мы же все время были рядом Вы же все видели Знаете, смотрите Вот Ничего нету, ничего Я же честный человек Вы вообще верите, что директорами бывают честные люди? Да успокойтесь, верю Директора действительно воруют реже Ну, конечно Но больше Так он еще сознаваться не хочет, да? Значит, плохо вы с ним работали Плохо! Я ничего не понимаю За что меня арестовали? Избили? Что я сделал? А вы не догадываетесь? Нет Не догадываемся? Не понимаете, значит Гражданин Жоржевский Константин Игоревич Игоревич Я утром пришел на работу Тут вдруг налетели ваши С масками на лицах Сунули мне поднос-ордер на обыск Меня скрутили И доставили сюда Понятно В несознаночку будем играть, да? Да А вот В протоколе указано Что у вас Гражданин Гражданин Жоржевский Константин Игоревич Изъято ценностей На астрономическую сумму Тут тебе и предметы Старины Оу Произведения Искусства А картин Сколько? Ой Откуда у тебя Все это? Откуда? Ну что откуда? Все Записано в опись В какой опись? В музейной Опись У нас же все-таки Музей изящных искусств музей ну да как это по адресу стараконный переулок дом 15 а не 15 б опять пацаны адрес перепутали перепутали ну это же это же милицейский беспредел милицейский беспредел чуть что сразу беспредел в кои-то веки люди все-таки в музей сходили развились там интеллектуально ну и немного физически ну все я ухожу вы знаете что у вас там нет а что вы там у вас там булыжник какой булыжник большой и серый вместо сердца оставить человека в такую минуту мог бы только и стукан каменный гость медный всадник тянется гамлета что вы несете какая тень отца гамлет потому что хотите меня оскорбить нет нет извините жена в последнее время по театрам затаскала не хотел вас обидеть не мог подобрать выражение я просто хотел сказать что вы сволочь да гена ты директор театра театра ты понимаешь посмотри что происходит я выхожу на сцену меня монологом ли то я сажусь смотри гена это нормально это гамлет гена посмотри что это я просил купить меня не чулочки а нормальные белые колготки гена тебе не ходил как пас я гамлет гена и понимаем обещаю купил купил обязательно купила что ты хотел ты меня вызывал я эдуард петрович огромные при огромные спасибо что пришли тут вот какое дело я с таким трудом уговорил драматурга кукушкина отдать его новую пьесу нашему театру но когда он узнал что главную роль будете играть вы почему-то сразу же ее забрал почему-то геночка здесь нет ничего удивительного понимаешь у нас с ним небольшой творческий конфликт основанный на разном подходе к пониманию того что такое актерская сверхзадача сквозное действие и внутреннее сценическое актерское самочувствие понимаешь ясно ясно а кукушкин мне что-то говорил про какой-то запас что запас у него какой-то кончился какой запас гена о чем ты говоришь какой запас это что овощебаза гена мы в театре работаем ты понимаешь в театре какой запас гена запас и этот запас терпения у него кончился вот но это и кукушки так сказал что и мне не вернули ему 100 тысяч рублей долго на репетиции плюнули ему в лицо а еще соблазнили его жену прямо в антракте за кулитами при всех да 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 может быть геночка может быть но это все мелочи главное что у нас с ним небольшой творческий конфликт основанный на разном подходе к пониманию того что такое актерская сверхзадача сквозное действие и внутреннее актерское сценическое самочувствие гена купите мне колготки гена я прошу тебя геночка купим купим эдуард петрович ну купить ну чего вы от меня хотите у меня еще куча делу сочувствия я хочу сочувствия у меня горе вы вообще способны понять что такое простое человеческое сочувствие это сочувствием вы должны чувствовать тоже что я ну хорошо только не долго что именно и должен чувствовать вот а теперь встаньте на мое место у вас кончились деньги и кредит нужен по зарезу представили ну допустим я представил да ну дальше что и вот из-за этого всего вас бросила жена у вас угнали машину дочь связалась с наркоманами а у сына нурс ужас это что все одновременно и кредит и жена и нурс это что все правда про кредит чистейшая правда и деньги нужны по зарез про деньги все чистейшая правда остальное это я сказал чтоб помочь вам как-то сосредоточиться ужас ну ешь все пнули что-то остановился ну ешь а можно вот это конечно нужно вот хорошо ты ешь красиво приятно на тебя смотреть давай берите а ты по что меня кормишь барин и пусть проверку решил устроить куда-то проверку проверку если не боись барин я съем слышал я про такую проверку ешь это значит кто хорошо ест тот хорошо и работать будет да насчет этого не сомневайся а я не сомневаюсь нет нет хоть и да у тебя и странная но вкусная вкусная да я еще добавки возьму не уже не надо хватит все уже все иди уже с богом вступать так что берешь меня в работники они мне работники не нужны нет как так не нужны она сюда тогда эта проверка так я же не тебя проверял я по последней моде повара из японии выписал вот решил устроить проверку если рассан это что проверять то барин как что проверить ну вот как эта еда вообще японская как она для русского человека вот так степь ну ничего ничего вот они вот эта рыба например вот это которую ты ел говорят ядовитое так так ты меня обманул обманул ничего тебя не обманул я пошутил ты чё шуток не понимаешь нет ну все ступай давай все поступай ой что ой барин ой в глазах темно чего что такое это что же происходит а если рассан японскую твою душу характери умеешь себе делать это кто же из нас шуток не понимает я что же пошутил вот вы тут из меня чудовище какой-то делать а я может быть вам помогу спасибо вам спасибо вам огромное на что мне ваши спасибо мне нужны какие-то гарантии на каком основании выдавать вам кредиты меня за такие кредиты выкинут из банка в два счета а я верну я честное слово вернул причем тут честное слово тут сказки грядица да тьфу я сказал или залог или гарантия у ой я понял вот вот что вот золотые новые я ведь на сись сегодня купил в углу ему извините вот это от них гарантия этого сказка о тысячи и одной брачной ночи так все про пятьсот тринадцатую ночь я написал все пищи дальше визирь и в пятьсот четырнадцатую ночь вошел великий султан сулейман аль рашид своей пятьсот четырнадцатой жене да в гарем к своей пятьсот четырнадцатой жене и жена была в восторге от султана султан был неподражаем нет султан был не утонминил это на 513 был неподражаемый пятьсот четырнадцатой великий и лучезарный можно вопросик это по поводу твоего гарема и твоих жен слушай не сбивай меня со счета пиши в пятьсот пятнадцатую ночь султан снова вошел в свой гарем и как всегда был неутомим нет и как всегда был неподражаем через раз ай как он был хорош ай как он был могуч величайший из великих я вот это вот пищу 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 ты это все диктуешь 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 вон уже сколько написал а зачем это зачем глупый визирь ты не понимаешь вот я умру через туле это очень оптимистично а мои мемуары останутся для потомков неистощимый запас мудрости я может быть и глупый визир о солнце подобный но может тебе вместо того чтобы диктовать эти мемуары все-таки реально сходить свой гарем зайти туда физически а то у тебя так никогда потомки не появится кто это будет все читать слушай да ну конечно может ты прав пойду зайду гарем нет никогда и кроме того наука доказала что ходит султан в гарем или не ходит а наследники у него все равно появляются какая наука отечественная вот мудрый ученый махмуд это доказал али профессор в очках да тоже работал над этим вопросом это же доказал а джафар это бакалаврит мы уже аспирант этот вообще уже раз 20 это доказал да и тебя там тоже между прочим видели суши у меня чернила закончились якобы к бакалаврит к аспиранту ну джафар джафар всегда там да дай мне чернила нам с султаном ты писать надо покатить тут мы пишем суши что такое говоришь в общем это уже многие ученые доказали умнейший изумнейший как они это доказали тихо понимаешь как они это доказали неопровержимо доказали на практике и сюда слушай и в пятьсот шестнадцатую ночь султан снова вошел в свой гарем к своей пятьсот шестнадцатой жене а сейчас извини пожалуйста у меня чернила закончились я пойду это джафару на минутку это же какими надо быть низкими подлыми людишками чтобы украсть компьютеры танцевары и годовой запас туалетной бумаги согласен с вами просто низость а у нас все так вот во франции например во франции там недавно украли картину пикассо европа это же франция пикассо это же вам не пипифакс хотя звучит конечно похоже вернисаж девушки минутку постой красавица хочешь на мосты не прокачу девушка билая куда торопишься хочешь поужинать хорошим человеком и заслуженным между прочим тренером а вот я не откажусь вы о чем ну прокатиться ну естественно поужинать заслуженным тренером да ну тогда посидите пока вон на той скаметике а я сейчас еще тут ну в общем посидите пока художник короваджо скамейка запасных пусто 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 все таки я не понимаю как в стране достоевского толстого чехова в стране с такими высочайшими нравственными традициями находятся моральные уроды которые способны забрать у человека последние ну это как раз понятно у людей забирают последние потому что предпоследний них уже давно забрали художный фильм наказание без преступления кто там чё надо ой ни шута не вижу ой щас ой щас ой щас ой щас ой не вижу ни шута ой щас что что тут что надо ой щас я к вам бабуля этот ваш как его ломбард на дому хе-хе работает не шуми тихо 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 что-то я тебе не помню ты кто студент я из Африки что ли или наши из СНГ ой ничего не помню ой старое старое стало все позабыла ни шута не помню ни шута не вижу а звать тебя сынок как ну это что зачем ну допустим Родион Родион Раскольников хе-хе-хе не помните такого хе-хе-хе ну ладно что принес да вот часы старинные заложить принес мой золотой запас хе-хе ой я наворочил как сам разверни ненененененененене погодите вы должны подойти к окну повернуться к свету спиной ко мне и сами развернуть не и сам сам сыночек я не чута не вижу сам разве эх молодежь молодежь Думаешь, что если я старуха древняя, то я и Достоевского забыла, Фёдора нашего Михаиловича. Чего-чего? Ничего-ничего. Нас же не то, что сейчас учили. Ой, не для ЕГЭ. Мы же школьную программу на всю жизнь запомнили. Попало чине, сынок. Я ж не вижу ничего. Где ты? О, попало. Бабушка, что так случилось? А ничего-ничего, внучек. Бабушка мяско отбивает. Итак, кредит вы, конечно, получить можете. Так, ну всё. Харе гнать. Харе. Хорошо. Всё ясно. Всё ясно. Всё, я говорю. Ты уже не банкер. Ты снова мой главный бухгалтер. Слушай, похоже, это твоя идейка с мнимым ограблением склада и приглашением сюда чувака из банка проканает за милую душу. Ну да. Здорово я придумал. Спишем все убытки на ограбление, запасы продадим из аналит, да ещё и кредит можем получить. Да, ничего. Слушай, а где за складом? Где Толик? Ну он же должен был всё вывезти отсюда и уже давно вернуться. Где он? ТОЛИК Что такое? ТОЛИК А ну? ТОЛИК 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 Что случилось? А? Воды. Водички. Дайте попить. Три дня без воды. ТОЛИК ТОЛИК Толечка, подожди, Толенька. Нас что, действительно ограбили? Воды. Водички. Воды. Толя, ты слышишь меня? Нас что, действительно ограбили? Воды. Водички. Воды. Ты слышишь? Он здесь, оказывается, с пятницы сидит, ты понимаешь? Ну скажи что-нибудь, что ты молчишь? Валидол. Валидольчик мне. Валидол. Валидол. Водички. В Русской Народной Передаче Городок Что такое? Ай, ой, черт! Ай, черт знает что! Ой! Добрый день! Вы что-то спросили? Да! Вы не знаете, какой идиот Додумался поставить здесь вот этот чертов диван? Это я, но почему сразу идиот? Это вы меня спрашиваете? Откуда я знаю, почему вы идиот? Мне нравятся эти люди И это вместо того, чтобы порадоваться За соседа, что у него появился удобный диван Ну я вас поздравляю! Вот, спасибо! Зато теперь я смогу провести остаток жизни На мягком месте И пусть диван вам будет пухом! Ой! Городок на мягком месте Ну, а что мы будем вот со всем вот этим вот делать? Я так мечтал, я так мечтал Согласитесь, комфорт занимает огромное место в жизни человека Да, но пока он занимает огромное место здесь Ну заберите медленно отсюда Вот этот рухлядь! Зачем вы так? Это как-то не по-соседски Я приобрел по случаю этот поддержанный диван Он не проходит в дверь Он не проходит в дверь, не проходит он То есть вы приобрели диван по образу и подобию своему, да? Почему я не понял Не поняли? Так он же копия вы Тоже поддержанный и непроходимый Доброе утро, Татьяна Степановна Какое оно доброе? Вы чем-то расстраивали? Ой, измалилась я Все стало очень неудобно Просто очень неудобно А что неудобно? Ну как? То у меня получается час туда, на транспорте трястись И целый час обратно ехать Неудобно Куда туда? Простите за любопытство Вот, Иван Анатольевич, вы уже месяц наш новый сосед А вы же ничего не знаете У меня в жизни есть только одна радость Рыбалка Рыбалка? Ну рыбалка, это, конечно, здорово Но я как-то не представляю вас с удочкой А я удочки ни разу в жизни в руках не держала Это мой муж Очень часто ездит на рыбалку Я не понимаю А вот прежний, старый сосед, он понимал И было очень удобно А потом он переехал на другой конец города И стало неудобно Иван Анатольевич Ванечка Муж на рыбалке Вы мне сосед или кто? Татьяна Тибар Ну Я долго буду ждать? Заберите отсюда этот ваш чертов диван И я через него прыжать должен Так как вы подняли ногу, вы могли бы и прыгнуть Что я могу сделать? Вы понимаете, это нужно его поднять Это его нужно развернуть Это его нужно внести Мы с братом его сюда донесли И тут брата радикулит прострелил Что я могу сделать? Ну, поможете? Мне же одному не справиться Ладно Давайте А то так и будем здесь торчать Давайте Давайте Уже даете? Да Давайте Что такое? Что такое? Почему вы замолчали? Вы были такой убедительной Что? Спина? Прострелила? Значит вы мне уже как брат У вас то же самое со спиной Ляжьте, вам будет удобней Ляжьте Ляжьте, ляжьте, пожалуйста Ляжьте, ляжьте Ляжьте Вот, все Уже хорошо Черт меня дернул вам помогать Черт бы побрал этот ваш диван И это вместо благодарности За что? За что мне вас благодарить? Как за что? За диван За диван, на котором вы сейчас лежите С вашей простреленной спиной А если бы не диван На чем бы вы сейчас лежали? На цементном полу? Другой бы спасибо сказал Андрей Трофимович Ну мы же с вами уже об этом говорили Но Вы же крупный чиновник У всех на виду Вы меня извините Но надо как-то поскромнее быть Ну, Георгий Ильич Ну что же Я не понимаю Понимаете? А опять я свое Вот зачем вы меня на этот причал притащили? Яхты похвастаться Так я вам уже говорил Сейчас не время бросаться в глаза Скромнее надо быть Ну, Георгий Какая яхта? Где яхта? Покажите мне Где вы видите здесь яхту? И какой яхты? Сейчас вообще, как говорится Тише воды и ниже травы Наоборот Тише травы, ниже воды Вот Так вот что Вообще яхты нет, что ли? Ну, это уж Это уж слишком Так я же говорю Ниже воды Ниже Ну, сейчас Буквально секундочку Три Два Один О! Это что? Подводная лодка? Ну да Ну Это уж очень удобно В глаза же не бросается совершенно Да, Георгий Ильич? А яхта у меня далеко Там В Средиземном море И тоже Ее там Совершенно незаметно Но только если Вот так Собственно яхты Удобно, да? Вообще-то да Да Вот И сейчас мы с вами на субмариночку Вот И на ней уже До яхточки Чух-чух-чух Ну, а там на яхточке уже все, как обычно Все, как у всех Как у людей Там шашлычок, маслычок Там Девочки Бритни Спирс Вискарик Ну, все, в общем, скромненько Но со вкусом А? А поможете, ребятам Ручки Ребят Сейчас мы, ребят Сейчас Сейчас Ну что, полегчало? Нет Ну, давайте попробуем Можете подняться Может Не можете помогать Нет, больно, больно, больно Давно это у вас радикулит? Боли в спиде? Типа он умный язык Никакого радикулита у меня никогда не было Пока я ваш вот этот вот чертов диван Не поднял Диван здесь ни при чем Это не диван Это возраст Ничего Можно съездить в санаторий Подлечиться Попробуем подняться Сделать мне нечего Знаю эти санатории Один раз ездил 30 лет назад От скуки прямо на стену лез Кончилось тем, что я подхватил там заразу Что вы говорите? И уже 30 лет на ней женат Вот это вот моя гостиная Сколько здесь? Метров 80, да? 100 А, даже 100 Да, это из-за мебели меньше кажется Да, мебель, мебель Типа мореный дуб Почему типа? Это и есть мореный дуб? Антиквариат Эпоха ВВИ 13-го А эпоха нам как-то По Полуи По 13-м Так Так Это что за рухлядь? Ну почему рухлядь? Диван Ручной работы Пусть и реставрации Ручной работы? Да Видят так Как будто его ногами делали А вот это вот Желтенькое Вот это вот Что это за тряпка Вот эта наклеенная? Всю пылюку здесь собирать? Ну это же Все, короче Короче, сколько денег Вот за всю эту музыку? Ну, я думаю Если вы согласитесь Рублей Восемьсот Сколько? Восемьсот Две тысячи Две Ну ладно Да что бы я За восемьсот рублей А то оно Полы вот эти вот мыло Ага Рухлядь эту протирало И вот тебе оно Вот тряпки пылесосило Во По две тысячи За раз в неделю Ага Ну согласен Я так давно ищу уборщину Что я уже на все согласен И что бы ко мне не приставать Что бы вот оно Даже вот у той мысли не было Ко мне приставать Ясно? Ясно Если мне когда-никогда захочется Я сама пристану Да давай войдем Не мешай работать Все встал Ну как вы? Сейчас вот пройдет А я тут здрасте Разлегся Черт бы Побрал эту вашу рухлядь Это не рухлядь Это очень удобная вещь Там например внизу Есть такой большой ящик Он выдвигается И там можно хранить Все что можно Бывшие хозяева Например хранили там картошку И говорили Что помещалось килограммов 80 Да По весу можно подумать Что вы его вместе с этой картошкой И привезли А что мне было делать? Выбросить ее? 80 килограммов? Картошки? Вы даете Кино Кино Художественный фильм Тень лорда Кудлика Жара Сэр Этот замок Не только Прекрасное влажение средств Владея им Вы сможете претендовать Даже на титул лорда Здесь же нет Никаких удобств Даже элементарного Климат контроля Такая жара Да что вы Тут за века Все продумано Все предусмотрено Что ж тут предусмотрено? Такое пекло От солнца спрятаться Негде Я не закончил, сэр Все продумано По преданию 300 лет назад Владелец замка Лорд Кудлик Задушил свою жену И покончил с собой Забавная история Но от нее Как-то Не стало прохладней Я не закончил, сэр И с тех пор Уже 300 лет Тень лорда Кудлика Бродит По замку При чем тут тень? Вообще вся эта история Как-то Не кстати Простите, сэр Но как раз В такую жару Тень лорда Кудлика Как нельзя кстати О, видите? Тень лорда Кудлика Очень удобно Не хуже кондиционера Правда Немного шумноват Шумноват Держите Держите Держите, держите Вам так будет удобнее На моем диване лежать Ой Кажется, у меня там Что-то серьезное Придется звонить В скорую помощь Не надо Пока они приедут Я уже встану Их дождешься Ко мне быстро приедут У меня там знакомые Знаете, как в жизни Надо всегда иметь Знакомых где? В родильном доме В скорой помощи А потом еще и на кладбище Олег, привет Это я Ты на работе? Очень хорошо Как ты думаешь Почему я тебе звоню? А ты представь себе картину Человек лежит Знаешь, где лежит человек? На моем новом диване Приезжай скорее Надо обмыть Нет Диван Человека пока не надо Вроде бы Ой Вернисаж Нашего городка Боже мой Боже мой Как и рад Как и рад Какое это счастье Видеть вас Дорогой вы человек Говорят И судя по всему Не зря Что вы в нашем городе Со всеми знакомы Да Я вообще со всеми В нашем городе знаком Вот буквально со всеми А со многими Знаете Вообще Как говорится На дружеской ноге Так Штемпова Тоже знаете? Штемпова Да, а как же Штемпова Знаете? Тоже вот так вот Нет Ну не так Чтобы Не так А как? Ну так То есть знаком Но не близко Очень хорошо Вы нам поможете? Да, пожалуйста Всегда рад вам помочь Всегда рад Только если не долго Не, 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 не долго Вот Надо Опознать его труп Ой Он что умер? Вроде да Это он Ой Вроде бы Вот так Мимолетно были знакомы Я не понял Поподробнее Ну я же говорю Мимолетно Сегодня рано утром Я стоял у окна У себя там На девятом этаже Вдруг вижу Штемпов Мимо пролетает Вот так вот Я еще подумал Куда там В такую рань А он Вот куда Ха Художник Кондратий Летальный Мимолетное знакомство Вот, вот Он уже приехал Спаситель наш Ангел Здравствуй, Олежек Я тебя рад видеть, Олежек Так, Олежек Аккуратненько бери товарища Только очень аккуратненько Чтобы мой диванчик не повредить И туда его клади на пол Клади его Клади его на пол, Олег Что ты? Так, отдай ему его Бэби-хи вот эти все Так Олег 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 Как я себе диванчик оторвал? Вещь, да? Значит, смотри, Олежек Берем диван, мы его поднимаем Да? И заносим Давай Взяли Что такое, Олег? Я, кажется, подорвался Так, вас уже тут трое подорвалось Как на мини Значит, что мы имеем? Мы имеем двое пострадавших Олег Олег, где, где, где твой мобильный телефон? Крация Это совсем бесплатно, хорошо Двое пострадавших, Олег Звони коллегам Набирай, набирай Пусть сюда приезжают две бригады, не меньше Иначе мы никогда не занесем этот диван Послесловие Ну что, Колян Понравилось, как он тебя нарисовал, а? Что ты молчишь, Колян? Смотри Мы в первый день на воле Первый день Только откинулись А уже такую красоте Подфартило сделать А мы с тобой в наколочках рубим, да, Колян? Можно сказать, жизнь положили на алтарь искусства Что? Что ты молчишь? Ты Что я? Ты Что? А я? Не говори, Колян Не говори Когда мы с тобой садились Ты что? Таких заведений еще помине не было О, тату, салон О Это ж тебе не Вася на зоне С ржавым шилом, да? А тут все стерильно Комфорт Все Что ты молчишь? Ты уже скажи хоть что-нибудь Что тебя переклинило? Федя Я просто в кусках Выходит, чтобы такую красоту сделать Не обязательно нам было в тюрягу садиться Сроки мотать Федя На что жизнь начала? Ах, как хочется вернуться Ах, как хочется ворваться В городок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok